Доброго всем времени суток, с вами Тексор. Играем мы в фарминг симулятор 19 и дожимаем мы наши поля, которые почему-то все в сорняках. Ну, может не все, но по большей части. Очень все это странно и подозрительно, особенно вот это вот поле, там каким-то углом таким странным. Давайте, может, мы время мотанем немножко вперед и посмотрим чем это закончится. Ну, как-то оно, видите, и не туда. Удобленное, но сорняки по диагонали. Как хочешь так и понимать. У нас еще вон на то поле как-то и неудобленное, и без сорняков. Давайте пока на перемоточке посмотрим. Так, нельзя выполнить. Может и нельзя, но ты вытряхни. Ну, профиг, пускай стоит. Так. И этот орел у нас. Продал яйца у нас в прошлой серии. Так и стоит тут, бедолага. Ну, в принципе, отров стало много, мне теперь на все хватает. Я про некоторые уже не забываю. Так, что у нас сегодня? А сегодня мы, во-первых, покидаем на дальность корзинки. Шотландцы бревна кидают, мы корзинки будем кидать на дальность. Пойдет. Хотя можно нормально поставить сейчас. Так. Отцепись. Че он так странно себя ведет? То впечатление, что он прямо упирается этим подъемником в землю. А может упирается в конце к концу. Почему нет? Ладно, полетели. А я отсюда, я курс сюда не писал, а отсюда не писал, к сожалению. Ладно, помчались. Собственно, нам еще нужно последнее поле удобрить, которое мы последнее засевали. У меня тогда до него не дошли лапы удобрить. Немножко денег срубить успел, а вот поле удобрить нет. Ну, немножко 46 тысяч, ни на что. На поле еще одно не хватит. Так, ну, наверное, уже пора прекращать это безобразие. Я вообще ночью не люблю что-то делать. Напоздно. 19.46. Я так ускоренную перемотку не поставил, уже больно от дурацкого. Глючит, только в путь. Поэтому мотаю обычными средствами. Там сколько? 120 крат время. Ну, нам хватает, на самом деле. Сейчас мы разберемся со всеми этими сорняками, не сорняками, удобрениями, неудобрениями. По стадиям роста. Два удобрения, три удобрения. Всего понемногу. А уборка урожая, мне кажется, будет в следующей серии, потому что, ну, не успеть. Так быстро-то. Так, ладно. Нам нужно удобрять. Малое поле там. С овцом, что ли. Так, с яйцами тут беда. Беда, потому что... Ну, не, не беда, я неправильно выразился. Немножко сложно. Поддоны, их нельзя все поставить. Это не беда, но это муторно. Так, где наше удобрение? Вот наше удобрение. Тут прямо склад всякого счастья. А, сейлку мы можем. Вот. Ну, какая-нибудь сажалка, да? Для кукурузы там и прочего подсолнуха. Сейчас посмотрим, сколько она стоит. И может быть нам хватит. Вот. Ну, не серии. Ай, блин. Не серии без покупки, как говорится. Справляйся там. О, быстро заправляется. Гербицид как-то помедленнее наливался. Наверное, баг большой. Тут-то быстро, 2000. Ну, как-то вот у нас все устаканилось, в принципе. Все неплохо. Деньги прут, технику покупаем. Жизнь прекрасна и удивительна. И вот тут у нас, по-моему, еще не убрано, да? Ну, не убрано, все. Все в одну кучу собрал. Не не убрано. Не от гербицидина. Давай, давай, расслабляйся. Здоровые у меня эти полеволки такие. Так, тут обычный пошел. Так, ты ждешь, ты ждешь. Ты. Смотрим. Что у нас теперь так и осталось. Как гербицидом кого-то фиганули и все. Вот хоть стой, хоть падай. 27-ое это уже неудобрено. А вот это уже бардак. Так. Итак. 18-ое поле. Пока раскладывается. Мы сейчас зададим. Удобрение и посев. 18-ое. Старт. Юго-восток. Юго-восток. Иди сюда. Направление на север. Крутиться не будем. Вперед. Вот. Со стартовой. Пошел. А то вот так сразу решил ливануть. Орел. Ну не то, что мне было очень жалко, но может это преждевременно. Так. И вот это у нас по курсу пошло. Потому что в прошлый раз у нас штатные джампшуты с этим прицепом тут творили мелкие чудеса. Сейчас посмотрим, какие чудеса будет творить курс-плей. Мне кажется, все должно быть с ним хорошо. Вообще, надо посмотреть. Если там трава на нашем горном пастбище выросла, то мы сейчас туда курс фиганем. И что-нибудь накочем. Вполне, мне кажется. Так. Мы что-то как-то не очень по краю. Не нормально. Так. Стоп, стоп, стоп. Внутренний разворот может быть. Нам внутренний не нужно. Смещение. Скорость по настройкам. Тут что ли? Нет. Не в пределах поля разворачиваться. Я успел, по-моему, да? Вот. И, как видите, все хорошо. Если где-то там, вот в горах, то там просто ставишь разворачиваться в пределах поля, это тоже должно быть все хорошо. Курс я, как видите, еще не менял. Курс у меня 122 версии. Ну, там 6, 0,1, там 0,0. 122 заканчивается. Я не менял курс. Потому что у них новая версия, она, в общем-то, свои новые косяки имеет. И к этим я, по крайней мере, уже привык. Так. Там трактор уже скоро закончится. Удобрятельство. И сюда его еще надо будет, потому что там еще не одобряли, сорняки не морили. А после этого надо будет опять, наверное, на первое поле, потому что время-то уже прошло. Да. Довал одобрение, чтобы промотать. Немножко у нас так в раздобой все. Так. Ну что ж, давайте посмотрим, как тут травка. Не надо. Я же не могу. Меня не видно просто. Меня просто не видно. Слушай, трава, по-моему, удалась. Окей. Тогда сегодня у нас будет посвящено курсу все. Одному курсу и другому курсу. Трактор. Здесь нельзя выполнить это действие. А где можно? А, вот так можно, да? Да и хрен, вывалил, вывалил. По барабану. Так. Пока не имеет значения. Пока никакого. Так. Ставь так. Опачки. У нас уже один палет готов. Надо будет убирать. Ну, не очень хорошо, что ночью я не люблю. Ночью. Ну, тут ничего не побишь. Так. У нас косилочка. Ну, мы пока возьмем... Ну, просто мы ее просто возьмем с собой. Вот, прицепим сзади, потому что... Опа. Переднего прицепления у данного трактора нету. Нам сюда надо будет там тюковщик еще. Ну, короче, развлекаться по первое число. Не то, что мне сейчас нужна была трава, я просто это в плане... Как сказать? В плане тренировки, скажем так. Так. Давайте вот отсюда как-нибудь начнем. Итак, пишем курс. Это все работало в семнадцатом фарминге. Я думаю, в девятнадцатом не особо оно изменится. Или пишем курс, который обходит наше поле по кругу. Тут, главное, уже поле не пилиться. На МЦ закончил работу. Я рад за него. Вот тут наше поле такое офигительное. С травой тоже. Ну, ладно, мы его не все даем. Ну, как-нибудь, как-нибудь. Так. Могли, на самом деле, левее, как вы видите. А давайте мы левее и сделаем. Что нам мешает убрать? Ничего нам не мешает. Раз это наше поле. Мы по нему сейчас пройдем и все. Так вот. Ну, вот, чуть правее. Чтобы не подцеплять. Знаки Рыжавы. Кикольно. Вот так. Я думаю, там за границей уже будет не наша территория. А тут, смотрите, мы прям до домиков почти. Ладно. Там бы хорошо, конечно, перекинуть этих орлов. Пока курс напишем, перекинем их потом. Далеко не буду в яму углубляться, потому что там, может быть, вдоль железной дороги тоже вовсе не наши поля. На поле, кстати, трава очень медленно растет. Я не знаю почему. Ну, смотри, тут уже выросло, а там еще нет. Мы, конечно, там посеяли несколько. Как-то это подозрительно. Так. И у нас будет вот такая косо-криво. Что поделать? Такой вот у нас участок. Финиш. Стоять. Сохраняем. На английском. На английском. Ну вот. База. Ну, смотри, на косо-база. Сейчас переключимся. Что у нас тут? Ага. Какая классно. Так. Неудоблено 27-ое. Да? Странно, но ладно. Неудоблено 27-ое. Он просто не прошел. Цепануло его. На 27-ое, 27-ое. Так. Что у нас тут в 27-ом? Вперед-назад, наверное, на Джамшуте. Вот минус тут Джамшута. Он своими граблями хватает. Горы. И не замечает этого. Ну, хотя, я думаю, и Курс тем же самым занимается. Но его просто можно удерживать в границах поля. А Джамшут тут катается, как вся дома. Так, стоям бы. Стоям бы. Так. Растопыриваемся. Блин, ночь, темно. Не люблю. Не люблю темноту. Так, пошел. Где наш лучший друг? Покурсовый товарищ. Вот видите, и он все хорошо сделал. А, прервать, убрать. Неких косяков, ничего. Все прекрасно. Полетели. Помимо прочего, Курс не высовывается за пределы поля. Поэтому ему прекрасно можно задавать вот, допустим, тут. Мы ему зададим прямо снизу вверх. Пусть катается. Давай гербицит ползучий. Так. Дерево не зацепи, да? Все есть. Сколько там тебя? Вот так. Так. Погнали дальше. Это поле у нас 26. 26. Все то же самое. Только у нас северо-восток. Северо-восток, на юг. Тыц. Погнали. Теперь ты будешь оставаться в пределах поля. Развращаться в пределах поля, да. Все. Пошел. Отлично. Так. Возвращаемся к нашим бяжкам. Собственно, все. Вот он, Курс готов. Не буксуй. Не буксуй. А что-нибудь так странно? Буксуй. А, ну может у него вот этот вот. А, С? Нет, не С. Не, вниз опущено. Ладно, ему неровно. Хорошо. Я специально. Ну, ладно. Уберем. Итак. Вот наш Курс. Синокурс база. Берем. Тыц. Далее. Это у нас будут разные полевые работы. Ну, то, что косить, это не урожай убирать. Так. Ширина есть. Тут, видите, загруженный маршрут. Это вот он. Расположение старта. Северо-запад. Всякое указанное на карте я не использую. Ну, не люблю. На восток. Возвратом старта не надо. Все. Считаем. Пром. Вот он. Со стартой. Собственно, в чем фишка? У нас Курсплей считает наш маршрут таким полем. Так. Ну, тут ни хрена нету. Я так пустую, понимаете. Лечу. Он считает все вот это вот полем. И, соответственно, он его обсчитывает как поле. Вот то, что мы обвели. Поэтому можно делать конфигурацию захватывающую. Несколько полей. Слишком близко я проехал. Ах ты, жаба ты болотная. Ладно. Он сам понял, что он был неправ развернуться. Надо было не жать, не читать, а дети левели. Ну, ладно. Сейчас будет задним ходом сдавать аж вон туда. Ну, это я, да. Я был немножко неправ. Может, это граница не такая ровная, как мне казалось. Ну, ладно. Не хай работает. Вот, в принципе, так вот это вот и выглядит. Весь этот стенокос. Дальше будет лучше. Потому что, вот, допустим, нашу волковую жадку я... А, это конец маршрута света. Видите, там, мионовая лампа. Нашу жадку волковую я запущу в пределах того же поля, но с ее шириной. То есть, не повторяя курс вот этой вот бракозябры. Потому что, если бы я просто записал ее движение, а потом по этому курсу пускал остальные машины, это было бы не очень хорошо. Потому что ширина, правда, разная. А так волковая жадка пройдет меньшее количество раз. А вот по копии курса волковой жадки, я уже пущу тюковщик. С силосом заморачиваться не буду. Следующую покупку у меня свинь, шалопчатку. Или кони. 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 Так. Ну, ладно. Вот, все, как видите, пошло. Тут пока еще не пошло. Тут касси ничего, трава не выросла. Он когда-нибудь вырастет. Все. Работа идет. Здесь. Ну, тоже почти все. Почти нормально, почти хорошо. А где наш лучший друг удобряльщик? А, это был удобряльщик. А это у нас гербицидчик, которого тоже надо на то поле запустить. Ну, как видите, тоже. Прогресс идет. Ладно. Ну, с этими у нас проблем никаких, напишу. А мы пока посмотрим, что у нас... Что я хотел-то? Так, что я говорил, что я хотел. Поле мимо. Кони. Нет, не кони. А сажалка. 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 Так. Ну, 42 тысячи внушает. Ты с кем работаешь? С азуритом ты работаешь. Вот с этим. 26,8 по-моему, вообще неплохой очень результат. Ширина. 6 метров. 6 метров. 9 метров. Но 93 тысячи, извиняйте. Вот это, мне кажется, неплохо. Тут 2000. И там 2600. Ага. А тут всего 600. А тут 1300. Вот это меня устраивает. А сеять может, правда, не каждый танк, мне кажется. И две их с двумя баками. Ох, меня подозрения мучают. Ладно. Что сказать? Берем. Берем. Маленькая мощность нужна. Эй. Да, назад. И берем вот это. Будем надеяться, что все у нас получится. Так. Прекрасно. Так. Косилка бегает. Косит. А мы пока сгоняем трактор. Вот этот. У меня передняя цеплялка есть. Не уверен, что нам нужен вал отбора мощности. Собаки не бегают с колесами. Поедем заберем. Так. И уже тогда мы какую-нибудь кукурузину-то посеем. Сейчас посмотрим, что нужно свинкосам. По-моему, им еще корнеплоды нужны какие-то. Но это мы еще должны туда заработать. Так. Я так понимаю, вот этот офигенный бак вешается спереди. Надеюсь, Кош не будет бояться за него. Вернее, его бояться. Так. А что мы можем не все есть? Подсолнух кукуруза. Соевые бобы. Свекла. Свекла можем. То есть нам под свеклу нужно такую будет убиралку. А вот это вот звучит как план. Потому что кривую косую убиралку свекольную, которая сбоку от трактора едет, мы вполне все можем позволить. То есть хрюнгель-то у нас уже ближе. Громоздко, конечно. На случай синенькая красивая. Обрастаем технику. Так. Ну, а тут все, блин, не просто с этой техникой-то. Лемпин-Солитейр. Все ж не просто. Ладно. Ну, небольшое свекольное поле. Чисто для свинкусов. Мы вполне себе можем позволить. Так, кто у нас доехал до триггера? Кто дошел до точки? Гербицид не взломный. Прервать. Собрать. А тут и подаун дошел до точки, потому что он уже удобрил. Причем, я думаю, можно уже запускать удобрение полей. Удобрение полей через... Ну, уже по второму разу. Потому что время-то промоталось хорошо. Это вот это только удобрено поле. Сейчас посмотрим по карте, что-то вообще происходит. Ну, давайте с той же стороны начнем. Не топчи. А он топчет. Понимаете, топчет. Хотя ночь не выросла. Блин, ночь. Ненавижу. День надо день. Так. Да, удобрение. Поехали. Что у нас? Двадцать седьмой. Двадцать седьмой. Северо-восток. Северо-восток. На юг. Прекрасно. И там, по-моему, был у нас в пределах поля, что он там все удобряет. Вот так. Раскладывайся пока. Тиц. Северо-восток, он юго-восток. Не то. Двадцать седьмой. И пролетел. Юго-восток. На север. Так. Вот оно. Так. Со старта. Пошел. Разворачиваться в пределах поля. Да. Так. Наш косильщик отважный бегает. Ну, вот если что, он на поле, конечно, ничем не делает. Ну, ладно. Так. Ты. Смотрим. Ну, сохраняй, конечно, материал. Да. Видите. Поле еще такое. Не по-гербе циженное. Там оно, кстати, тоже не фонтан. Ладно. Погнали. Заправимся. И пойдем окучивать первое поле. Потому что времени там уже прошло в порядке. Мы сейчас подъедем, посмотрим. Там сейчас будет написано 50% удобрения. Или подождать следующей стадии роста, даже не знаю. Ну, чтобы все окучить. Давайте сбегаем. Да, у стадии роста тоже такая должна быть побольше. Удобрено. 50-47%. Сорняков нет. Я думаю, можно уже еще раз удобрять. Где-нибудь там между полями можно будет мотануть время, чтобы тут подросло. стадия роста что-то увеличить. Так. Немного назад. Заполнить. Что такое? А, денежки. Понятно. Так. Здесь у нас товарищ наш джам-шутник будет фигней страдать опять. А, маршрут не загружен. Поэтому мы его сейчас сами зададим. 20-очка у нас. 20-ое поле. Юг-восток. Как всегда. Можно автоматом выбирать, но иногда глючит. А уж в новом-то кроссплее. Я прям боюсь чтобы изглючить. Поэтому вот так. Тыц. Со стартовой. Пошел. Э. Придел в поле, да. Так, прыгаем дальше. Работает. Ну, вот эти два поля надо будет чуть подождать. Мотануть время. Удобрить те три поля. Мотануть время. И удобрить эти. Ну, чтобы разница была между удобрениями. Между периодами удобрения. Потому что если подряд два раза удобрить это будет нифига не 100%. С перерывами должно быть на разных стадиях роста внесено. Очевидные вещи, говорю, да. Так. А мы пока сходим и посмотрим. Нам нужна уборка свеклы. Естественно, прицепное. Вот свеклоуборочная. Вот. Тут. к холмерам и кропам. Все, эти цеплялки стоят дороже. Так. Нам нужна будет косилка. Давайте я сразу запишу, что нам нужно. И за кадром у меня джамшуты будут работать. Хотя у нас еще будет продажа урожая. И продажа... Ну, шесть, ладно, копейки. Урожай будет. И я думаю, еще джамшуты поработают. И мы к следующему уже посеву. Так. Это у нас фарминг. В общем, нам нужно 120 тысяч. Как-то так. А слушайте, от них к следующему урожаю то надо. Чего я переживаю-то? Мы посеем и через урожай. Ну, короче, через год. Как-то так. Что такое терраформинг? Ага. А что у нас в загонах для скотов? Маленький загон для лошадей. После урожая купим. Восемь тысяч. Да. Там все равно курс переделывают вот на козьбу. Ну, как видите, все прекрасно. Он бегает. Если мне ночь, блядь. Если мне поле. Ну, сено, думаю, тут. Кстати, а сено или травы бахнет? Хороший вопрос. Я думаю, травы. Так. Ты что делаешь? Корячишься, да? Корячишься в пределах поля. Ну, тоже. В принципе, правильно. Плющит его, конечно. Не по-детски. Зато он не пойдет удобрять соседнее поле. Вот что, хорошо. Так, дайте я оббегу. Сто процентов. Прошу любить и жаловать. То, что надо. Хорошо. Молодчина. Где наш синий? Синий тоже корячится в пределах поля, но я думаю, у него последний заход остался. Не, гоню предпоследний, потому что сейчас пройдет и вернется обратно. Ну, как видите, по курсу все идет вообще без проблем. То есть, совсем без проблем. так, ну ладно, больше ничего разумного чуть-чуть смотреть не хватает. Разумного и активного я тут больше ничего делать не буду. Я просто тупо дождусь, пока эти собаки тут доудобрят. Там докосят. может, не знаю. Может, найти поля удобрялку пущу на 2 и все. Гербицид закончил. Докосит, он, правда, без меня докосит. Что ж, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Всего хорошего и до новых встреч.